Для того, чтобы оценить преимущества использования интерфейсов, надо обсудить множественное наследование. В C++ разрешено множественное наследование. Это значит, что один класс может унаследовать сразу же несколько базовых классов. Например, мы можем определить классы Student и Worker, студент и рабочий, и на основе этих классов создать производный класс Working Student, который соответствует студенту и рабочему одновременно, то есть это студент, который совмещает учебу с работой. При этом при наследовании мы просто укажем базовые классы через запятую. Таким образом, множественное наследование позволяет на основе нескольких базовых классов создать один класс, который будет удовлетворять свойствам обоих этих базовых классов, ну или всех этих базовых классов. Однако такое множественное наследование может приводить к проблемам. Например, в данном случае, так как классы Student и Worker оба являются наследниками класса Person, то внутри объекта класса Working Student будут храниться два экземпляра данных, соответствующие классу Person. И мало того, что эти данные будут дублироваться, так никто не гарантирует, что они будут синхронизированы, что может привести к некорректному поведению программы. Более того, так как формально у класса Working Student есть два предка типа Person, то при вызове какого-то метода у наследования от Person у класса Working Student, то есть у объекта класса Working Student, будет неоднозначность, и компилятор не сможет понять, у какого из предков типа Person вы хотите вызвать этот метод. Поэтому вызов такого метода приведет к ошибке компиляции. Для того, чтобы этого не случилось, нужно следовать следующему правилу. При наследовании стоит избегать наследования реализаций более чем от одного класса, а вместо этого использовать реализацию интерфейсов. То есть при наследовании можно унаследовать реализацию от одного класса, а от всех оставшихся стоит наследовать интерфейс. Как можно исправить данный пример? Можно, например, выделить интерфейс рабочего, некоторый интерфейс iWorker, и реализовать класс рабочего как наследника класса Person, реализующего интерфейс iWorker. Мы наследуем реализацию класса Person и будем поддерживать интерфейс, задающийся интерфейсом iWorker. В данном случае класс Worker наследует реализацию только от одного класса, класса Person. Класс Student можно определить так же, как и раньше, а класс Working Student унаследовать от класса Student, то есть в данном случае унаследование реализации, и поддержать интерфейс iWorker. Да, нам придется реализовать методы интерфейса iWorker дважды, один раз внутри класса Worker, в другом случае внутри класса Working Student. Однако это позволит нам избежать дублирования данных и неоднозначности при вызове методов унаследованных из базового класса. То есть класс Working Student в данной реализации будет наследовать только один экземпляр класса Person. Вообще множество наследований это достаточно сложная тема, она требует отдельного разговора, и про множество наследований будет отдельно рассказано во второй части курса.